...происходящий год... ...североидный год... ...и, естественно, роль... ...нария Альбертича... ...народно-соверительного движения... ...борьбе за суверенитет, ...борьбе за независимость, ...борьбе за светлое будущее... ...народного народа... ...нашего будущего поколения, в том числе... ...пусть не в лучших историях, которых мы привыкли сегодня, Но, тем не менее, мы живем в свободной стране, мы хозяева нашей Родины, и за эту свободу и за эти блага, которые мы пользуемся сегодня, дали жизнь, тысячи наших братьев, тысячи жизней. Что касается политической составляющей данных событий, я считаю, что ни в какой форме, менее корректной, более корректной, с какими-то оговорками или с какими-то определенными условиями, никому не позволительно, ни в какой форме оказываем давление на законодательную форму страны. Тем более, на валение веков, что является сегодня одновременно, законодательные предвластия. У нас в адресе Конституции все люди и власти независимы, и принцип разделения властей всех ребенок на секунду. И никакие перекосы, никакие креды ни в какую сторону должны происходить. Я хочу напомнить о том, что в новейшей истории Абхазии, и даже уже исходя из моего личного опыта, пребывания уже во втором связи с Абхазом, мы не раз переживали кризисные события, которые стали под угрозу нашей государственности. И вообще общее, чисто политическое согласие и стабильность в государстве. И парламент являлся всегда тем органом той конечной инстанции, которая в самые кризисные, в самые критические моменты, судьбомостные даже, можно сказать, моменты для нашей страны, правильность и ответственность, и находили пути выхода из самых сложных политических ситуаций. Не исключено, что, может быть, несмотря на то, что к этому созыву фармальника осталось небольшое время для прекращения окончания полноморчисти, но, может быть, и так получится, что на долю этого парламента будет такая миссия, когда придется принимать решение судоносного характера. И поэтому не стоит дискредитировать этот парламент. А что мы наблюдаем в последнее время, в последние несколько месяцев, активные попытки дискредитации по различным вопросам. Это и попытки поприкнования в каждом роде уголовных дел в отношении депутатов, дискредитируя депутатов отдельно, тем самым достигается цель дискредитации в парламенте, в самый сложный и ненужный момент, и мог принять на себя ту полнотуру местности, которая позволила бы принимать решения в интересах народа Абхазии. Поэтому мы действительно предлагаем, или, точнее, предостерегаем от таких опасных тенденций, которые идут напрямую, ведут на прямую, как завершение основы нашего государственного строительства. Поэтому призываем всех, всех здравых сил, все здравые силы под дискредитации, нет зависимости от подбиска принадлежности. Все-таки обратим внимание на то, что у нас другой родины нет, и вряд ли она у нас будет. Поэтому нужно все усилия для сохранения Абхазии в том виде, в котором видели ее и старшее поколение, и все достижения, связанные с завоеванием первого президента, и достижения, которые были, которые многие сегодня хотят подвергнуть сомнению, и нивелировать Сергея Васильевича багаж, который привел нас к международному признанию. И сегодня многие хотят пересмотреть этот вопрос, кто-то предлагает переделиться с урагнитетом, пересмотреть, переписать историю, и в том числе исказить все старания и труды, в том числе и свое здоровье и жизнь, которые Сергей Васильевич положил на то, чтобы мы сегодня в Абхазии жили как субъект международного права. Поэтому все, кто не равнодушен в судьбе Абхазии, все, кто действительно желает в процедание, должны в первую очередь учитывать, какие жертвы и какие лишения, чтобы мы подошли к сегодняшнему лету, в том виде, как пусть не в самом лучшем, и пусть не в самом экономическом образе, как мы сейчас рассказывали. Но у нас есть чем гордиться, у нас есть действительно все ресурсы и перспективы построить достойное, правовое, независимое государство, которым мы можем всех отместить и которым будут завидовать все остальные страны. Хороший государство, достойный. Спасибо.